холизион что это такое это хроническое воспаление сальных желез в толще хрящей века в переводе с греческого узелок градина внешне но он проявляется в виде такого уплотнения на веке очень похож на ячмень но нет это не он потому что при пальпации ощущается такая плотность а не флюктуация как гнойное содержимое а именно уплотнение вот за счет чего за счет того что происходит закупорка закупорка выводного протока мебамиевой железы в этом месте накапливается секреторная жидкость и она со временем уплотняется значит навеки прощупывается вот это плотное образование и за счет чего же она все-таки образуется да на фоне чего после ячменя как правило то есть после воспалительного момента может образоваться вот такая уплотненная как бы сальность в виде капсулы при переохлаждении при раздражении века от контактных линз вот у кого в принципе жирная кожа но и от закупорки слезного оттока лечение холизиона возможны разные варианты есть такой самый благоприятный момент до для пациента это саморазрешение холизиона то есть он со временем может просто рассосаться и самостоятельно исчезнуть это самый лучший вариант бывает очень редко но все-таки встречается ну далее сейчас расскажу на ранних этапах возникновения холизиона достаточно поделать теплые компрессы просто из теплой воды либо отвары ромашки календулы чая ну вот и массаж век делается специальный такой массаж по круговому движению до круговыми движениями делается массаж век довольно такая приятная процедура снимает усталость век вот и убираю тоже воспалительные такие моменты что касается такого более фундаментального лечения да это уже медикаментозные медикаментозные капли антибактериальные капли содержанием глазные капни содержанием антибиотиков очень хорошо себя зарекомендовали капли флаксал их можно использовать два раза в день на протяжении пяти семи дней в зависимости от того кому сколько нужно это все индивидуально это ноль трехпроцентный афлаксоцин капли очень хорошие капли вот параллельно параллельно с таким наружным применением да можно для лучшего излечения холизиона использовать антибиотики вовнутрь антибиотики группы тетрациклина эритромицина также параллельно еще и добавляем мази тетрациклиновые глазные тетрациклиновую мазь хорошо закладывать за века она тоже способствует снятию воспаления и в свою очередь постепенное рассасывание холизиона а вот если это довольно такой старый процесс да то дополнительно ко всему еще можно делать процедуры увч прогревания своего рода она тоже как бы способствует рассасыванию кроме этого всего я бы еще посоветовала но это делается непосредственно уже в глазной клинике потому что когда к дерматологу обращаешься то есть такое назначение а это уже непосредственно офтальмолог лечит вводится инъекции непосредственно в капсулу вот холизион да он мелкий но в любом случае это навеки находится вот поэтому очень осторожно вводится кортикостероидные препараты вот для чего для того чтобы ну как противовоспалительный препарат он тоже рассасывает холизион значит кортикостероидный препарат наиболее удачный это кинолог триамциналон 40 миллиграмм но с ним тоже нужно аккуратно очень потому что вверх это глаз века вот и второй такой момент может остаться гиппо пигментированное пятно из-за того что вводится кортикостероидная мазь на вот ну и если уже ничего не помогает до из медикаментозного лечения из такой народной медицины вот тогда уже непосредственно конечно делается микро такая операция это хирургическое лечение самый радикальный эффективный метод в принципе по сути вот это мелкий разрез вынимается зашивается как бы да тонким таким швом незаметным но еще очень современный сейчас метод это удаление холизиона лазером методом выпаривания для профилактики холизиона чтобы он не возникал рекомендуется регулярное очищение веки ресниц обязательно на ночь смывать косметику и при склонности к образованию холизиона необходимо использовать антибактериальное мыло очень хорошо себе зарекомендовала шунгитовое мыло либо молочко для снятия макияжа при состоянии усталых глаз теплые компрессы и массаж век это самая такая приятная процедура то что касается глаз век но существует еще теория такая о том что недостаток в организме витамина а способствует развитию холизиона а вот поэтому необходимо правильное питание это продукты с витамином а обязательно в рационе должны быть морковь тыква брокколи персики дыня вот и среди продуктов животного происхождения ретинол есть в рыбе и есть в печени трески молоке яйцах и сливочном масле кроме всего важно присматриваться к себе для профилактики холизиона если вы заметили на лице какие-то либо высыпания просто даже гноничковые высыпания стоит уже задуматься обратиться гастроэнтерологу то есть это может быть какой-то начальный такой момент потому что все эти процессы связаны желудочно-кишечным трактом с эндокринологом консультироваться ну и пока показываться дерматологу